Настала пора зимних праздников, когда чудо хочется каждому, в том числе и братьям нашим меньшим. Обитатели Даугавпилского приюта для животных с нетерпением ждут дня, когда смогут отправиться в собственный дом. Хотя нужно признать, что за год уютнее стало и в самом приюте. Даугавпилский приют – один из редких, где срок жизни животных не ограничивается определенным количеством дней. Каждый попавший сюда постоялец сначала получает квалифицированную медицинскую помощь, и когда силы восстановлены, ему начинают подыскивать новых хозяев. Чтобы время ожидания было более комфортным, в приюте оборудовали новые благоустроенные помещения. Такой кошачий домик, кошачий, щенячий, возможно, будет, если будет необходимость. Там у нас две комнатки, отапливаем, все красиво, аккуратно. И туда мы сейчас выпускаем котов, которые отсидели все карантины и готовы встретиться с новыми хозяевами. Но чтобы им так грустно в клетках не ждалось, у них теперь есть квартира, где они бегают, прыгают. Это спасибо нашей городской думе. Внутри мы сами все обустроили, а вот сам этот домик они проспонсировали. На данный момент в приюте обитает более ста котов, и это обычное для учреждения явление. Но за год практически удвоилось количество собак, которых уже более 60, вместо прежних 30-40. В качестве основных причин увеличения количества животных сотрудники приюта называют отъезд семей, смерть пожилых хозяев, а также безответственное отношение. Нередко эмоциональное решение взять на попечение котика или собачку заканчивается его попаданием в приют. Но главная проблема – неконтролируемое разведение животных, многих из которых в итоге бросают на произвол судьбы. В случаях, когда действительно нет возможности стерилизовать животное, можно обратиться в приют, где попытаются найти решение проблемы. А людям, которые безответственно занимаются разведением, стоит помнить, что каждое объявление о котенке или щенке, ищущем добрые руки, отнимает у приютских животных шанс найти дом. Самоуправление обеспечивает основные потребности животных. Однако любой неравнодушный человек может поддержать их, придя на прогулку с собаками, которые очень ценят эти моменты, или привезя в приют что-то полезное. Но сначала стоит убедиться, что именно больше всего пригодится в данный момент, потому что нередко из лучших побуждений люди приносят совершенно ненужные вещи. Это картоны, наверное, вот это нам не совсем пригождается. Потом, ну, большие матрасы тоже, они у нас, ну, как-то некуда их, потому что они очень быстро промокают, их надо выкидывать, а выкидывать – это проблема. Какие-то бывают такие, как на матраснике, да, мы их можем использовать, а вот такие большие матрасы нет. Ну, понятно, что всякое там платье, нижнее белье нам бывает приносит зачем-то, галстуки. Вот такое, конечно, не стоит. А все, что какая-то вообще-то бумажная ткань, там какие-то пледные такие вещи, просто там пододеяльники, тоже все можно, это все пригождается. Сейчас, наверное, самое актуальное – это у нас пески для кошачьих туалетов. Как-то у нас, не знаю, домик появился, много туалетов, плюс еще, конечно, везде в помещениях коты. Как-то мы так не справляемся, у нас постаново очень быстро уходит. Это первое. Второе, всегда мы очень рады, конечно, это натуральной пище, какие-то куриные бедрышки, сердечки, там, ну, в принципе, любые продукты, мясные, субпродукты. Мы с удовольствием их варим, режем, отдаем котятам, щеночкам, то есть стараемся, чтобы полноценно питались наши животные. Ну и сухие корма, консервы – это все тоже можно. На данный момент, наверное, актуальна все-таки кошачья еда, чем собачьи. Это для собачек нас уже поддержали довольно хорошо. Вот котам не так много еды у нас. Ну, поэтому будем благодарны. Конечно, всегда пледы, какие-то одеяла, полотенца – это всегда нам пригодится. В принципе, все, что можно использовать в уходе за животным, мы всегда с радостью примем. Опилки, если, может, у кого-то есть какие-то мешки, мы тоже с удовольствием. Обычные опилки, стружка вот такая. Сено? Сено есть. Соломы можно там, если у кого-то есть возможность, например, там, кутюк соломы. Мы не откажемся. Перед посещением приюта необходимо связаться с его сотрудниками, позвонив по телефону 200-42-402. Познакомиться с жизнью и обитателями Даугавпилского приюта для животных можно на фейсбук-страницах И помните, как бы хорошо сотрудники приюта не заботились о животных, лучший подарок для четвероногого – это безопасный дом и любящий хозяин. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!